Непростые сутки выдались и у садоводов СНТ «Отделочник». Там затопилось 74 участка на четырех улицах. Некоторые дачники проживают там круглогодично. Сейчас они остались без света и воды. Какие меры были предприняты там – в нашем сюжете. Уровень воды был до этого. В час ночи отсюда уровень дошел. Машины здесь стояли, две машины утонули. Алексей вспоминает о событиях этой ночи. До утра в садовом обществе «Отделочник» работали сотрудники МЧС, говорит дачник. Воды было настолько много, что спасатели эвакуировали людей на лодке, рассказывает мужчина. Сейчас остались большие лужи, скважина затоплена, воды и электричества нет. Собаке пришлось спасаться на будке. Сижу, буль-буль-буль-буль, дверь открываю, у меня во дворе озеро, океан. Я не мог выйти, машину еле со двора выгнал. Потому что две машины затопило. В час ночи МЧС эвакуировали людей, помогали. Желающих, кто пожелал выехать, всех вытаскивали отсюда, помогали. Потому что без света, без ничего народ уже кушать охота, чай же пить. Сейчас основная вода уже ушла из СНТ, говорят дачники. Но в зону подтопления попала электроподстанция. Добраться до нее очень сложно. В обычных резиновых сапогах сделать это не получится. Пояснили садоводы. У меня калина машина, да? Я застрял, не мог вытащить. Вот сосед, ладно, спасибо ему. Он подъехал, вытащил. Вот сейчас на его машине поехали в магазин за водой, за бензином. Света нету, генератор застрял. Два участка. Два участка? Как на втором участке? Ну, тоже все более-менее нормально. Он подальше. Здесь, как я понял, только у ближайших ситуация плачевная. Где-то в 20.30 у меня муж поехал, убирал все провода снизу, с полов, чтобы нигде ничего не замкнуло. Через какое-то время отключился свет, тут было замыкание, свет играл. Мы писали в чате, обзванивали всех пенсионеров лично. Но многие не захотели выходить. Писали, что воды у многих в доме прямо по коленам, но не захотели оставлять дома. По информации Тукаевского исполкома, в зону подтопления попали 74 садовых участка на четырех улицах. В результате происшествия пострадавших нет. К месту выехали представители исполнительного комитета района, оперативная группа силы и средства на береже Челны с пожарно-спасательного гарнизона. Установлено в результате подъема уровня воды в реке Челна произошло подтопление 74 садовых участков. Из зоны подтопления выкурали на 8 человек. 8 человек отказались покинуть свои домовладения. Все эвакуированные направились к местам постоянного проживания в городе Набережной Челны. По информации Тукаевского исполкома, для эвакуации людей был создан пункт временного размещения в селе Старый Дрюш на базе детского оздоровительного лагеря «Балкыш» вместимостью 85 человек. Был организован автобус и горячее питание. Елена Камалова, Кирилл Хабзей. Новости Набережные Челны.